Всем привет, друзья! Сегодня снова с вами я, Ксеназий Дедморозович, и сегодня мы будем разбирать Армлет! Наконец-таки, дошли у меня руки записать видосик по Армлету, что это такое и как это кушать. Ребят, во-первых, Армлет это артефакт, я считаю, строго для силачей, потому что для силачей он будет давать особую тему, будет давать больше дэмэджа, и, соответственно, будет намного профитнее собрать именно на силача. И, желательно, персонажи, у которых есть пассивный вампиризм или какие-то другие бонусы при сборке лайфстилов, то есть, соответственно, чтобы Армлет лучше заходил. Поэтому, друзья, сегодня мы разберем, как у нас собирать вообще Армлет, напишем спаун офф и поехали! И так, ну что ж, как собирать Армлет, спросите вы, что это вообще такое? Армлет находится вот в этом магазинчике, вот так он выглядит, смотрите, Армлет Ресипи у нас стоит 500 единиц копеечков. Как его собрать? Покупаем рецепт, заходим сюда, покупаем Глоуст Оу Хейст, стоит 500, и, соответственно, заходим сюда, кто хочет подраться, и покупаем Блэйдс оф Атак, и покупаем Хелм оф Айрон Вейл, и, соответственно, у нас получается вот такая вот прикольная рука, по нажатии активируется, смотрите, у нас становится больше ХП, добавляется урон, урон, смотрите, у нас есть, да? Заметили? 31 дэмэдж добавляется просто при нажатии, и у нас увеличится ХП регин, увеличится сила. Но, смотрите, какая погрешность, у нас уходят хитпоинты. Как уходят хитпоинты? Хитпоинты уходят, когда рука у нас включена. Хитпоинты у нас уходят по 40 ХП в секунду, но они не фиксированы, то есть не в секунду уменьшаются, а 4 ХП каждую 0,1 секунду будут у вас уходить, то есть если вы вот так вот думаете, что вы сейчас, типа, включите-выключите, и у вас ХП не отнимутся, нет, на самом деле у вас за доли секунды там ХП, ну, где-то 16 улетит сразу, то есть если вы будете постоянно так переключать, то у вас ХП будут все равно становиться меньше. Если вы думаете, что вы сейчас, как обычно я делаю на Лерике, знаете, типа, включил руку, раз, кританул, отхилился. Да, это профитно, но не столько профитно, сколько была бы рука постоянно включена или же просто выключена, чтобы можно было отхилиться. В общем, вот такой вот у нас предмет по нажатии, дает силу, дает 25 силы, отнимает здоровье при включенном режиме и дает нам дэмэдж, 31 дэмэдж. Дэмэдж, соответственно, будет давать больше на силача, потому что у нас добавляется сила, и сила, соответственно, превращается еще в дэмэдж. В этом, в этом, как бы, вот именно сама тема. Что не может сделать армлет? Армлет не может вас убить, то есть, если у вас, смотрите, вот, включен сейчас армлет, оп, вырубаете, у вас всегда будет лоу ХП оставаться, вас армлет не может казнить. Но не забывайте, что если на вас висит яд, то яд вас добьет, когда вы выключите армлет. Или херстопер Никролайта, очень неприятная тема. Сколько же хитпоинтов дает у нас при нажатии, при нажатии вот этот армлет? 475 ХП дает армлет. Нет, запоминайте, снимает в секунду 40 ХП чистого дэмэджа, он дает, можно сказать, это отнимание здоровья чистым уроном. 40 ХП снимает при включенном режиме, дает 25 силы, дает 31 урон и дает 475 хитпоинтов в случае, если вы нажимаете на армлет. Многие, наверное, из вас видали видосики по армлету, типа там, вау, водота, да, я тоже кидал такие видосы. Очень интересно, так сказать, наблюдать за тем, как контролит этот предмет, но далеко не каждый может его контролить, потому что не хватает скилла или каких-то других моментов, которых мы сейчас будем, в принципе, разбирать. Как научиться пользоваться армлетом? Сейчас я вам постараюсь помочь в этом. Поехали! Итак, друзья, что ж, перешли мы в такой необычный для вас, наверное, ракурс, но это для того, чтобы вам было более понятно, как я пользуюсь этим предметом и, соответственно, какие бинды у меня стоят на этот предмет именно. Все вы знаете, что в iCup Launcher есть свои родные бинды, вон там, так сказать, картиночка, и у меня бинт, так сказать, стоит пробеловый, вот этот на пробел, у меня стоит армлет, и, соответственно, у меня другие есть бинды, то есть, как бы, я могу туда поставить, но мне удобнее на пробел, потому что, как бы, палец всегда находится на пробеле, и, соответственно, проще намного нажимать на пробел и, так сказать, переключать армлет. Что ж, в чем сама фишка переключения? Как мы должны переключать и как мы будем учиться его переключать? Не забывайте, что это можно сделать в одиночном режиме, то есть, вы заходите в один игрок, заходите в сражение, создаете карту доты, пишете вот такую команду, минус думми, создается у вас вот такая вот венгочка, и будем на ней пробовать, так сказать, учиться армлетить, пишем клер, чтобы нам ничего не мешало, это очень сильно раздражает. И обратим внимание, когда я буду переключать армлет. Армлет я буду переключать после того, как венго дает тычку, то есть, в безопасное для меня время. Венго дала тычку, я переключаю. Ничего сложного в этом нет, друзья, каждый может этому научиться, просто посмотрите за моим пальцем, я нажимаю, венго дала тычку, все, я переключился. Не стоит забывать, что у армлета есть погрешность, двойное нажатие быстрое, и, соответственно, это может вам очень сильно заруинить, то есть, если вы быстро будете пытаться переключать, у вас он может не переключиться. Что ж, в общем, это такая первая часть, как, так сказать, переключать армлет. Второй частью будет на этих лоу хп для вас тренировочка, так сказать, по переключению армлета, это выйти под тавр и также стоять армлетить. Ребятки, у тавора скорость атаки немного побольше, поэтому, наверное, будет потяжелее, но не забывайте, что, так сказать, можно даже руке давать немного отдыхать, чтобы у вас не замусолились глаза, так сказать, немного вот так вот аккуратненько переключать. Это, в принципе, тоже тренирует ваш армлет. То есть, и вот в этом весь и смысл, как бы, этой тренировки. Вы просто тренируете свою, так сказать, свой навык, оттачиваете его для того, чтобы вам было проще потом, так сказать, в боевых условиях переключать армлет, и все, и все. В этом, в принципе, так сказать, сама фишка этого видео, друзья. В общем, далее что мы будем делать? После того, как мы потренировались с тавором и потренировались с одной венгой, можно попробовать заспаунить две венги. То есть, и уже с двумя венгами попробовать разобраться. И на этом уже, в принципе, и все. Видосик этот и закончится. Пробуем сейчас разбить две венги. Попробуем. Но они атакуют одинаково, поэтому, как бы, думаю, проблем у нас тут не будет с этим. Вот сейчас немного у них время сбилось, и будем пробовать убивать вот так вот именно, да? Армлет можно переключать каждый раз, можно переключать через раз, в зависимости от того, сколько на вас инкамится демеджа. Очень простенько, на самом деле, все это делать, друзья. Но не стоит забывать, что, так сказать, долго это делать нежелательно, потому что у вас глаза смотрят в одну точку. Да и вообще, в принципе, не стоит сидеть за компом, ребят, очень много времени, потому что потом у вас могут быть проблемы со зрением, а я не хочу, чтобы мои подписчики потеряли зрение из-за какого-то хиназиса в ютубе. И, соответственно, просто, друзья, пробуйте, делайте, спауните больше венг, и посмотрите, на что вы способны. Или попробуйте даже Рошана убить, я не знаю. То есть, ну, тут вариативность использования армлета, все зависит от вас, друзья. Как пользоваться армлетом, я вам, в принципе, показал. Очень, так сказать, это, в принципе, не сложно. Есть сложности, когда на вас повесят, допустим, яд. И просто пробуйте армлетить, армлетить и еще раз армлетить. Ребят, ребят, вот, в принципе, и все. Вот, в принципе, и все. Все, что я хотел вам показать, я вам показал. Я надеюсь, хоть чуть-чуть смогу вам, смог или смогу помочь вам для того, ну, в том именно, что вы научитесь немного лучше пользоваться армлетом. Хотя бы на примере, как это пытаюсь делать я. В общем, на этом все, друзья. Спасибо всем за просмотр. Поставьте лайк, кому понравился данный видос, кому был полезен этот видос. И, в принципе, всем до скорого и всех с наступающим. С вами был Xenazos. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И смотрите много других видосов или гайдов.